Сегодня я хочу обратить ваше внимание на раннеславянское церковное пение. Сфера моих интересов является взаимоотношение между раннеславянским церковным пением, с греческим пением того времени, но не только, а также и с латинскими песнопениями. Если говорить о хронологии, то этот период, который меня интересует, охватывает время до 1450 года. То есть для меня знаменный распев является очень современным распевом, авангарда в музыке. Давайте для начала зададимся следующим вопросом. Только ли греческие богослужебные тексты передавали славянам святые Кирилл и Мефодий? Или также и написанные для этих текстов мелодии? Мы никогда не сможем дать точный ответ на этот вопрос. Так как славянских музыкальных рукописей IX века, то есть времени миссии святых Кирилл и Мефодий, просто не существует. Тем не менее, кажется, косвенные свидетельства в целом подтверждают вывод о том, что святые Кирилл и Мефодий принесли славянам в том числе и греческие мелодии. В конечном счете, новая христианская культура славян представляла собой в значительной степени имитацию общественных, политических и религиозных структур Византии. Архитектура, иконография, литургия, богослужения, церемониал и имперские институты славян имели свои прототипы на греческом Востоке. Конечно, можно было бы утверждать, что то же самое касалось и музыки. Более того, если мы обратимся к славянским гимнографическим текстам, то мы сразу заметим, что они представляют собой почти дословный перевод с греческого. И если в византийской традиции песнопение располагается в определенном порядке и исполняется в определенном гласе, то и славянские музыканты обычно поступают так же. Филологи приводят поразительные примеры. Примеры того, как славянские переводчики порой действительно успешно воспроизводили силабический стиль, а иногда даже особенности постановки ударений в греческих первоисточниках. Почти точно передавали этот стиль или подражали ему? Почти. 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 Примерно. Почти. Примерно. Почти. Не, atención. То есть, когда славянские переводчики обращались к греческим текстам, они пытались сохранить количество слов в строке. То есть, если в греческом тексте было шесть слов в строке, славянские переводчики пытались сделать то же самое. Однако алфавит был другой, и не все буквы были в славянском языке, поэтому они пытались все равно подстроиться каким-то образом под греческие первоисточники. Примером является песнопение Ижи Херувима. То есть, Ижи, там, они должны были каким-то образом компенсировать отсутствие вот этой буквы. Кроме того, они стремились к тому, чтобы сохранить то же количество слагов. И стремились к тому, чтобы и ударения стояли в тех же местах. Это чудо, конечно, что им удавалось это сделать, потому что это очень тяжело. И ученые заметили, что иногда им действительно это удавалось. То есть, по-английски мы сравним этот процесс копирования с рабским подражанием. Потому что механически подражаешь первоисточнику. Конечно, не так происходило в действительности, это просто выражение. Зачем им это было делать? Для этого была только одна причина. И это использовать той же самой музыкой. Сохранение греческого метра в славянских переводах создает идеальные условия для заимствования ранневизантийских мелодий практически без изменений. В противном случае, каковы могли быть мотивы для подражания? Сохранение греческого метра. Сохранение греческого метра. То есть, если в греческом примере мы видим, что содержится 9 слагов, а в русском переводе достойно есть 10 слагов. И при этом ударение практически падает на те же места. Это был действительно дословный перевод. В английском варианте слишком много слагов. То есть, мы уже не можем говорить о подражании. Для того, чтобы прийти к какому-то научному заключению, нам необходимо обратиться к самым ранним славянским музыкальным рукописям. Даже несмотря на то, что датируются они лишь XII веком. Если мы сможем доказать, что славяне пользовались той же нотацией, что и греки, можно будет почти не сомневаться в том, что и мелодии они использовали те же. Could we just look at that slide yesterday that we saw? I think it was XIV. You might remember this one. The music is not here, but it tries to prove the point. We have the two Sunday Причастин, which is Квалите Госпорис Либиэс, and the Greek, Энита, Дон Кирион, Этон Уранон. This is, the Slavonic is 200, the manuscript is 250 years older than the Greek music manuscript. But, where the Greek has a particular set of notes, the Slavonic, Э, has a particular shape. And where this Э comes again, it falls in the same place. So, we can use a, that even though we don't know how to read the Slavonic, we know that it is following the Greek tradition. But here, it's the Slavonic text, which is older than the Greek. So, in this example, we see two воскресных причастных on the Slavonic language and on the Greek language. The Slavonic language is about 250 years older than the Greek language. However, we can see that the concept of the Slavonic language in both examples is the same. So, if the Greeks want to look for their oldest melodies, they must consult the Slavonic music manuscripts. То есть, если греки хотят узнать о раннем периоде своего церковного пения, они должны обратиться к славянским рукописям. It's interesting that the intercalated syllables fall exactly in the same place in both traditions. То есть, интересно, что вот эти добавленные, дополнительные, вставленные слова, они расположены в тех же самых местах и в славянском примере, и в греческом примере. Эти поразительные параллели между греческой и славянской церковной музыкой были известны русским музыковедам XIX века. В первое десятилетие XX века Антонин Викторович Преображенский нашел, как он полагал, доказательства византийского происхождения древнерусской нотации. И последующие исследования подтвердили его открытие. Византийская музыка была монофонической. Певчи обучались такому пению, которое подразумевало исполнение песнопений либо солистом, либо хором, однако всегда в унисон. И, как я уже говорил, вчера музыкального сопровождения не было. Хотя в отдельных случаях мелодии могли быть достаточно цветистыми. И исполнение таких сложных мелодий требовало участия профессиональных вокалистов. Однако, в основном, песнопения читались достоянием общины. Они пели, исполняли простые мелодии. И эти мелодии были знакомы с людьми. Хорошо знакомы верующим. И, как мы знаем в манискриптах, этот стиль был верующим к оригинам чана. Сохранившиеся рукописи свидетельствуют о том, что в этом и во многих других вопросах стиля и техники развивавшаяся славянская традиция была верна своим истокам. К примеру, древнерусская музыка заимствовала систему осмогласия. И использовала определенные музыкальные формулы, характерные для греческой традиции. Попевки. 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 Да, они использовали этот систем. Таким образом, славянская чана имеет специальную позицию в истории огородной музыки. Таким образом, для изучения средневековой музыки важно знакомство с церковно-славянской традицией. Это научит нам что-то, которое нам дать ценные сведения о ранне-византийской практике, информацию о которой мы уже не можем встретить в рукописях. К концу 11 века Киев пришел в упадок, и Русь оказалась разделенной на отдельные княжества. Среди них Смоленское, Псковское, Ростовское, Владимирское и Ярославское. С того времени и на протяжении 300 лет яростные набеги монголо-татар несли с собой бедствия и разрушения, что привело к полной децентрализации. Расположенный в верховьях Волги древний город Новгород стал одним из центров развития музыки. Новгород оказался незатронутым политическими потрясениями, не страдал от набегов обитателей степи, был защищен мощными укреплениями. В городе было много храмов, в центре возвышался Софийский собор. Рядом с собором была открыта школа хорового пения. Несмотря на то, что нотация, вероятно, использовалась в период Киевской Руси, однако мы не располагаем никакими письменными доказательствами этого. Но Новгород обычно ассоциируется с развитием музыкальной грамотности. Некоторые из самых ранних известных нам славянских рукописей новгородского происхождения. Они дают представление о больших творческих способностях и высокой компетентности местных музыкантов. Многочисленные исторические источники рассказывают о богослужебном пении на Руси. Самая ранее нотированная рукопись, так называемый Типографский устав. Он относится к концу одиннадцатого века. Много примеров письменных рукописей, содержащих записи мелодий в знаменном распеве, относятся к семнадцатому веку. Однако этот период, семнадцатый век, уже отмечен упадком церковной музыки, которая постепенно подпадает подобаяние чар-германизация. Несомненно, что нотация была заимствована из Византии. Однако появляются и новые формы, которые были не характерны для греческой традиции. Сейчас обратимся к источникам до пятнадцатого века. Это четыре примера славянских музыкальных рукописей. К периоду до пятнадцатого века относятся около пятидесяти рукописей, написанных на пергаменте. Текст создавался широкими взмахами пера. В этих книгах содержатся практически лишь изменяемые церковные песнопения, для особых случаев. Так как песнопения, которые использовались каждый день за будничными богослужениями, были известны общины, и их не нужно было записывать. Основными сборниками песнопения являются «Ирмологий», «Стихерарий» и «Кондакарий». Эти книги использовались за утренним богослужением, на утреннем. И мы видим два типа написания или шрифта. Один для солиста и другой для общины, для верующих. В Бизантийской традиции также существовали такие книги, как «Ирмология» и «Стихерарий». Здесь мы можем проследить еще одну связь между греческой и славянской традициями. Однако мы можем заметить и различия, которые свидетельствовали об индивидуальных особенностях славянского стиля. Если греческая традиция шла вперед и развивала новые формы, то славянская традиция была более консервативной и сохраняла прежние формы. Обратимся к тексту, посвященному Дню памяти святых Бориса и Глеба. В этих творениях мы уже можем заметить отход от бизантийской традиции и написания музыки. Текст этого песнопения не является переводом с греческого. Это самостоятельное творчество славянских гимнографов. Поэтому музыка соответствует этому песнопению в гораздо большей степени, чем песнопениям, которые были переведены с греческого. Итак, сравнивая славянскую и византийскую традиции, мы видим, что это был тот же тип музыки, однако разные подходы к музыке. Заметим тот же объем музыкального материала на один слог текста. И порядок использования пунктуации будет одинаковым для славянского и греческого текста. Остановки, которыми отмечены песнопения, будут также одинаковы для греческого и славянского текста. И даже дополнительные буквы мы встретим на тех же местах в славянском и греческом текстах. Для византийского церковного пения было характерно два стиля – асматикон и псалтикон. Стиль асматикон использовался для хора, псалтикон – для солиста. И эти два стиля можно встретить в славянском кондекаре. Славяне использовали одну книгу вместо двух. Если мы сравним, еще раз обобщая все вышесказанное, если мы сравним ранее славянскую традицию с греческой традицией, то мы заметим определенные параллели. И можем проследить судьбу греческого наследия в славянском мире. Мы уже обратили внимание на то, что есть примеры заимствования и копирования. Однако, несмотря на все эти доказательства, я не вполне уверен, что это было рабское подражание. Ведь одно дело утверждать, основываясь на принципе расположения, невм и графическом сходстве, что использовавшиеся первыми православными славянами невмы были заимствованы из ранневизантийских систем нотации. И совсем другое дело заключать, что славяне пели византийскую музыку. То есть, в других словах, я говорю, что только потому, что славяне копировали ордер слова, и они копировали моду, и они копировали оксоэкос, это означает, что они должны петь те же вещи, или есть еще один открытый? Потому что ведь то, что славяне копировали греческий порядок в песнопении, гласа, систему осмогласия, не означает, что они исполняли те же самые произведения. Я не исключаю возможности того, что перевод греческих богослужений каким-то образом повлиял на то, что славянские музыканты развивали свое творчество самостоятельно в качестве реакции на перевод с греческого. Поэтому я считаю, что Преображенский был лишь отчасти прав. Я объясню, почему я так говорю. Я уже говорил о том, что одними из самых ранних славянских музыкальных рукописей является кондакарь, который датируется XII-XIII веками. И этот книг, этот музыкальный книг, содержится репертуар кондаков. И в текстовом и богослужебном отношении они очень близки, практически идентичны греческим аналогам. Используются те же гласы. И визуальная система невм заимствована из византийской традиции. Однако музыка этих славянских кондаков никак не связана с самыми ранними из известных нам греческих примеров. Итак, чтобы решить эту проблему, у нас есть два варианта. Итак, являются ли эти мелодии самостоятельными произведениями славян или новыми редакциями утраченных византийских мелодий? Мы не можем ответить на этот вопрос. Есть и другие примеры уникальности славянского музыкального мира. Иногда, даже если мы знаем, что мелодия была заимствована из Византии, тем не менее, мы можем заметить, что славяне обращаются к этой мелодии очень своеобразным способом. В руках русских музыкантов византийские невмы становятся совершенно не похожи на свои греческие образцы, на то, что мы можем увидеть в византийских рукописях. Это явно что-то оригинальное. Также, русские, очень early in the piece, introduced new news, new musical signs. И уже на раннем периоде своей истории славяне изобрели новые невмы, которых не было в греческих текстах. Например, такую невму, как стопица. Это самостоятельное изобретение славян. Эквивалентом могла бы быть греческая невма «Икнос», однако точного аналога не существует в греческих образцах. Итак, все-таки это не было рабским подражанием. Было пространство для самостоятельного творчества. Можем заметить и еще одно отличие. Для греческих композиторов было важно придавать музыкальную выразительность ударным слогам текста. То есть, греческие музыканты могли выделять эти ударные слоги, например, более высокими нотами. Иногда, не всегда. Однако русские музыканты часто выбирали нестандартный способ переложения византийских мелодий и выделяли неударные слоги. Это не было случайностью, это было намеренным шагом. Однако даже в той ситуации, когда, казалось бы, ударения совпадают в славянских и греческих образцах, славянские музыканты все же выделяли, придавали особое значение неударным слогам. То есть, кажется, что они использовали какой-то нерегулярный порядок в этом. Однако они это делали намеренно, не случайно. Подобные странности вызывали серьезные вопросы у филологов, которые занимались проблемами постановки ударения в древнем церковно-славянском языке. А для музыковедов эти особенности являются доказательством того, что русскому музыкальному гению были присущи своя уникальная манера и свой подход, заключавшийся в усовершенствовании или придании изящества заимствованным образцам. Давайте послушаем пример раннеславянского церковного пения. Мы его услышим в исполнении французского хора. Мы, конечно, не можем сказать, что они на 100% повторили славянскую традицию, однако, мне кажется, это очень близко к тому, как это пелось тогда. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Это пример более поздней традиции. И в ней мы можем отметить следы гармонизации, однако эти признаки гармонизации не имеют ничего общего с западной традицией того времени. То есть это уникальное изобретение славянских гимнографов. Субтитры создавал DimaTorzok И так мы уже поняли, что святые Кирилл Мефодий принесли из Византии на славянские территории. Субтитры создавал DimaTorzok Возможно, передача осуществлялась устно. Возможно, это была устная передача, так как музыкальная память в то время была очень развита, и музыканты могли запоминать большие объемы текстов. И музыкальная память в то время обладала большими возможностями. Удивительно, но музыканты в то время могли запоминать сотни и сотни песнопений без помощи нотации. Однако, по мере того, как мелодии становились все более и более сложными, необходима была система записи. Так появились первые палео- или довизантийские системы записи. Как я уже вчера говорила, это была очень простая система записи. С посредством этой нотации музыканты могли напомнить друг другу ту мелодию, которую они уже знали. Эта нотация не могла предоставить певчим информацию о мелодии, которую они еще не слышали. Это было справедливо как для православного Востока, так и для латинского Запада. На Западе нотации тоже лишь приблизительно сообщали информацию о мелодии. По мере того, как система нотации становилась все более сложной, появлялись профессиональные исполнители, которые уже могли исполнить сложные мелодии. Нотации��, когда-то отделились ценности, это еще один指�ные ресурсы, а затем работали по работе, которые годили, как不錯. В этих примерах мы видим запись одного и того же песнопения «Егда на крест», славянский вариант и греческий вариант. Греческий вариант датируется XI веком, славянский вариант новгородский – XII веком. И здесь использована приблизительно одинаковая система нотации. Необычно, что греческий текст старше, однако параллели все равно прослеживаются. Однако мелодия, которая записана в новгородском тексте, старше, или она была написана раньше, чем мелодия греческого текста. То есть славянская книга была написана раньше, чем греческая. А греческий оригинал старше, чем славянский. Поэтому в славянском тексте невмы более примитивны, чем в греческом тексте. Это еще одно доказательство того, что славянские музыканты были более консервативными. Это все, что я хотела вам рассказать по этой теме. Возможно, вы знаете гораздо больше, чем знаю я. Господин профессор, улавливаете ли вы связь между традицией сохранения ударений, словов, количество слов в строке с общепринятой в древнем мире системой сохранения целостности текста как такового? То есть в масоретской традиции, еврейского текста и более ранней традиции. The tradition of preserving their accentuation has something to do with the tradition to preserve the integrity of the text. В последние годы, в последние годы, славянские, были просто крестящие, и они были интересны в том, что все было сделано в константинопольной форме, как они были представлены. So, they actually sacrificed, in a sense, their linguistic style, remember, it didn't even have an alphabet at that stage, in order to preserve as best as possible what they had received. But it didn't take more than 100 years before they started doing things independently, when they felt more comfortable with their alphabet. We're dealing here with a culture that was illiterate, without possibility of alliteration, so it was something quite new and revolutionary for them. На самом раннем периоде своего развития, когда славяне только стали христианами, они, конечно, были увлечены всем византийским и пытались подражать Константинополю в разных областях. Тем самым они жертвовали, приносили в жертву какие-то свои лингвистические особенности, особенности своего языка. В то время у них не было алфавита, и культура была не письменная, поэтому они тянулись к византийской культуре. Однако это продолжалось не более 100 лет, то есть после этого уже славяне стали создавать свою собственную независимую культуру. Если мы говорим о греческой традиции, то она потеряла принцип классического произношения и уделяла внимание лишь ударениям. Второе произведение, которое мы слушали, вы сказали, что содержит гармонизацию славянского типа, отличную от западного. А к какому периоду это относится и появление вообще в славянских музыкальных произведениях какой-то своей гармонизации? И под чьим влиянием какой культуры это происходит? Если до этого было только лишь одноголосное пение, одногласие. Я думаю, что особого влияния в тот период еще не было. Я не специалист в этой области, однако, возможно, самые ранние славянские мелодии с элементами гармонизации, в которых содержалась больше, чем одна мелодическая линия, донтируются 14-15 веками. Западное влияние пришло позже, уже после 15-го века. То есть в какой системе нотации они зависит ли это? Я полагаю, что эта традиция гармонизации была каким-то образом связана с народной музыкой, на которой уже просто были положены священные слова. Подобную традицию можно встретить в Греции, Болгарии и Албании, когда в народной музыке использовалось неодноголосие и пели не в унисон. Народная музыка появилась раньше, чем осмогласие. То есть им не нужно было использовать вот эту систему нотации для одноголосия, чтобы записать вот эти вот произведения с гармонизацией, потому что они не записывали их. То есть это была устная традиция. Я думаю, что особенно эта традиция была развита в грузинской церковной музыке. То есть они больше, чем другие народы, использовали вот эти примитивные особенности гармонизации из народной музыки. Правильно ли я понял вашу акцентировку, что с самого раннего периода, буквально уже через сто лет после принятия христианства, можно говорить о том, что славянское православие стало развиваться творчески, в том числе и в области литургической музыки. То есть это еще одно свидетельство того, что действительно зерно, проповеди, эмиссию упало на добрую почву и стало переносить плоды даже в этой сфере тоже, в сфере вот литургической музыки. Можно сказать, что это свидетельство, что ценность Сириал и Фродиус yielded its fruit на славянском земле? Абсолютно. Абсолютно. Потому что the Byzantines всегда дали подарок и сказали Да, вы абсолютно правы. Ведь византийцы лишь подарили славянам часть своей культуры и сказали им, что они могут делать уже с этой традицией то, что они хотят. Они не обязаны были копировать и точно следовать византийским образцам. У меня есть вопрос о первом аудио треке. Вы говорили, что это первой аудио треке, с монофоникой, когда французский хор пытался ревизировать мелодии 12-х веке. Да, да. И почему вы говорите? На каких манискриптах они были созданы? Они использовали манискрипты кондакария. Они использовали манискрипты кондакария, Бэтрин Раш. Вы сказали, что русские, русские, английские слова не очень вписываются в стиль английского, в стиль, простите, вот этого славянского песнопения. Вот вопрос, возникла ли какая-то особенная традиция или какие-то особенности в этих песнопениях? На западе я имею ввиду. На английском. На английском, да. Как-то существует свой творческий подход к преобразованию. Многие английские люди становились ортодоксами. В Ингландии ортодоксская христианская 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 в Ингландии сегодня. Это не означает, что у нас много людей, но это растет. В настоящее время многие англичане пришли к православию, и православие самая растущая сейчас христианская деноминация в Англии. И мы можем сказать, что многие люди принимают православие и ходят в русские храмы из-за музыки. Да, вчера я говорила о том, что как раз нельзя выбирать храм по этому принципу. Их очень трогают изображения на иконах и мелодии, и им бы хотелось исполнять мелодии с английскими словами, но чтобы была мелодия византийская или славянская. И это легче для них принимать русские храмы из-за музыки сегодня, чем грики-булгария-руменянская. Для них, конечно, легче принять русский стиль, чем греческий и болгарский стиль. Потому что русский стиль напоминает им больше свою традицию, есть какие-то ассоциации, в то время как ассоциации с современным византийским стилем нет. Даже Англиканская церковь заимствовала какие-то из русских песнопений, добавила их в свою книгу песнопений. То есть им удобнее исполнять в музыкальном отношении песнопения русского стиля. Спасибо. 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 Спасибо.